Я ехал со стороны Даурска в сторону Эсперантов Меня вдруг внезапно зацепили сзади И получается меня от удара развернуло аж на встречу Ну, на эту полосу Водитель Форда настаивает на том, что ехал прямо С его слов, Митсубиси врезался в него, когда пошел на обгон Однако по характеру повреждений обеих машин Можно было предположить, что столкновение произошло не по касательной У японского автомобиля повреждена вся передняя часть А Форд едва не лишился заднего колеса Сомнения, кто здесь прав, а кто виноват Развеяли дальнейшие действия водителя Митсубиси Получается, мою машину-то развернуло, его машина осталась там Он взял, сел и, получается, перегнал сюда машину А после этого? После этого все, вот он скрылся Сказать, кто именно сидел за рулем Митсубиси, водитель Форда не смог Сам он пояснил, что после аварии некоторое время не мог прийти в себя В машине, по его словам, находились парень и несколько девушек Они попытались уговорить его не вызывать ГАИ, а после просто ушли, бросив свою машину у обочины Несколько девчонок было и парень, хозяин машины Ну, похоже, он не за рулем был, ну, с запахом, он, говорит, от них спиртным пахло Они поймали машину, уехали Как именно все произошло, вскоре выяснится Авария попала на записи камер наблюдения Судя по характерным трещинам на лобовом стекле, водители-пассажир Митсубиси могли получить травмы За оставление места ДТП человеку, управлявшую иномаркой, скорее всего, лишат прав Искандр Толбаев, Альберт Доминов, Эфир 24